Приветствую вас! Первое, что я хотел бы сказать, это то, что совершенно очевидно, что проблема началась не с возраста. Проблема началась ещё раньше. Началась проблема ещё раньше ваших взаимоотношений к матерью, хотя бы потому, что, судя по всему, у вас нет отца. И отсутствие отца изначально уже внушает вам неуверенность в себе, в собственных силах и так далее. Ну, как женщина, я имею ввиду. Обратите внимание на то, что в 33 года, судя по всему, вы живёте с мамой. Не совсем понятно, почему вы живёте с мамой, почему вы не живёте одна. А также обратите внимание на то, что у вас нет мужчины, нет своей семьи. И отсюда вытекает, в общем-то, основная мотивация вашей мамы говорить вам так, чтобы у вас была останечена самоценка, чтобы вы остались с ней. И никуда не ушли. Потому что ваша мама, скорее всего, боится, боится остаться одном. И поэтому она так говорит. Вот. Это первое. То есть первое это то, что её страх, он был всегда ещё задолго до этой истории. И история с возрастом, это история лишь следствия. Второе. Вы спрашиваете, что делать? Что делать, чтобы что? Не очень понятно. Как снова почувствовать себя молодой? Молодой, чтобы почувствовать себя молодой, нужно жить своими чувствами. То есть жить чувствами. Не разумом, как вы сейчас живёте, а чувствами. То есть прислушиваться к себе, к своим чувствам, к своим эмоциям, к своим желаниям. И позволить себе их реализовывать. Освободиться от запрета. Освободиться от запрета, который ваша мама вам дала. В этом можно вам помочь, ну, на индивидуальной консультации, конечно. Ну вот. И поработать с вашими чувствами. Смотрите. Вы пишите, что мама вносила вам, что вы не молода. Нет. Это не мама вносила вам, что вы не молода. Это у вас это было слабое место. То есть вы сами пишите, что она поняла, что мои переживания про возраст, моё слабое место. И она вносила вам надо мной. Это значит, что ещё до мамы у вас уже были переживания про ваш возраст. Ну, я говорю, вопрос. А с какой стати вас это волнует? Почему вы так много значения придаёте возрасту? Ведь возраст это исключительно социальный аспект. Получается, что социальный аспект для вас важнее личностного. А такое происходит только тогда, когда человек обращает внимание на других людей, на мнение других людей больше, чем на себя. Обращает же внимание человек на мнение других людей больше, чем на себя тогда, когда у него нет необходимой информации, которую он должен был получить в детстве. Вот. То есть тут опять же вот все-все-все вопросы, которые у вас есть, все-все-все непонятки, недопонимания, которые, возможно, начались ещё с юнического детского возраста, вам нужно это получить, возможно, через работу с психологом. И тогда вы будете ориентироваться на себя. Ну и, соответственно, здесь есть опять же выгода. То есть определённо, когда-то вам было выгодно то, что вы мнение других людей ставите лучше, чем своё. Вот. А мама, соответственно, это одобрала. Дальше, значит, ну вот вы пишите, да, что она постоянно сравнивает меня со всеми, ей кажется, что все молодо выглядящие люди, молодо у меня, даже если на самом деле старше. Опять же, ей кажется, а почему вы все это на себя применяете, непонятно. То есть о своих чувствах вы не говорите, по сути. Ну, значит, например, смотрим кино, она говорит, красивая девочка. Я ей говорю, так, Бриса старше меня. Эээ, вот, здесь два момента, почему мы с мамой смотрим кино, то есть, ну, вам не кажется странным смотреть с мамой кино. Одно это, что вам, вам 33, ей, соответственно, больше, ну, допустим, ей. Ну, пусть будет ей, пусть будет. Шестьдесят три, например. Пусть будет шестьдесят три. А мне кажется, что возрасты несколько разные, чтобы смотреть, чтобы смотреть одну, одну и точку кино с мамой. Почему вы смотрите кино с мамой? А как друзья? Как же подруги? Вот. Тут вызывает вопрос ваш, эээ, ваша форма проведения досуг. Дальше. Она говорит, красивая девочка. Я говорю, это актриса старше меня. Какая связь между тем, что она красивая и тем, что она старше вас? Почему вы реагируете на ее фразу, красивая девочка, по отношению к актрисе? А вы реагируете фразой, что эта актриса старше меня. То есть, как будто боретесь за внимание мамы, боретесь за ее одобрение, боретесь за ее любовь, пытаетесь привлечь к себе ее внимание. Не в этом ли проблема? Что вам не хватает внимания мамы? Что вы вместо того, чтобы делать что-то для себя, ориентируетесь на маму и пытаетесь у нее заслужить ее внимание, не понимая, что она вам его дальше в принципе не может, так как вы хотите. Да, у меня строгие черты лица, я взрослый выгляжу, но не относится же ко мне, поэтому как к зрелой женщине. Аноним, мне кажется, вы не совсем понимаете правильно фразу «зрелая женщина». Я бы хотел, чтобы вы ее расшифровали, я бы хотел, чтобы вы сказали, как вы это понимаете, потому что у вас есть искаженное понимание. Ну, я не знаю, готовы ли вы к консультациям или нет, готовы ли вы к индивидуальной работе или нет, поэтому я, наверное, вам все-таки скажу, да, что зрелая женщина, это никак не пожилая и не старая зрелая женщина, это скорее зрелая духовная. То есть зрелость женщины к возрасту отношения никакого не имеет, у нас есть синкрет, то есть искаженное представление. На днях она мне сказала, что ты не брешься зрелая, а перезрелая, но это попытка вас унизить, унизить для того, чтобы самотвордиться. Да, я очень боюсь покупать красивые вещи, потому что думают косо, но смотрят не по возрасту, что делать. Во-первых, и что? То есть, ну, посмотрят косо, и что? Во-вторых, а почему выдастся плотнее? Она даже простые джинсы считает молодежной отдельно, здесь равняет меня с 90-летними бабочками. Ну, здесь история, на самом деле, такая, что вам не это выгодно, вам эту выгоду-выгоду нужно понять. Моя мама зациклена на возрасте, как и вы, вы тоже зациклены на возрасте. Это все социальный аспект. Каждый год с моих 28 лет она часто говорит мне про мой возраст, она поняла, что мои переживания проводят в свое слабое место и измываются на мной. А для чего? Опять же, не она измывается, а вы позволяете ей. Опять же, не она это делает, а у вас это слабое место, давайте сделаем так, чтобы это пристало быть слабым местом для вас. Какое значение для вашего возраста имеет? И вообще такое чувство, что она меня ненавидит? Ну, это ошибочно. На нервис, как и на любовь способны далеко не все люди. Ваша мама вряд ли способна ненавидеть. Она вас принижает, она вас принижает безусловно, она пытается вас принять, но она делает это, чтобы вы остались с ней. И пока у нее это получается, верно? Я очень завищён от ее слов, от ее реакции на меня. А почему? Получается, свои собственные ценности, свои собственные чувства, свой собственный фильтр вреда и пользе вы отдаляете, вы отстраняете. По какой причине? У меня уже чувство вины какое-то просто за то, что я живу на свете. Ну, здесь нужны истории вашего рождения. Вот расскажите историю вашего рождения, как это происходило. Помогите, боюсь, что мое самоедство до хорошего не доведет. Ну да, ваше самоедство до хорошего не доведет, это точно, а вот как вам помочь, это большой вопрос. То есть в рамках ответа на вопрос вам не помочь, к сожалению. Тут нужна именно индивидуальная работа. Не могу справиться с твоими переживаниями. А справиться это что значит? Подавить их? Подавлять не нужно. В таком контексте справляться с переживаниями не нужно, их нужно раскрыть. Ваши переживания по поводу возраста означают, собственно говоря, неудовлетворенность, которую вы можете разрешить только единственным способом. И способ этот, значит, ну, скорее всего, заранее является негативным. То есть заранее является прогрессом. И вы выбираете такой способ не специально. Вот, то есть не случайно. А вы выбираете такой способ, потому что знаете, что у мамы такой способ подобран. То есть она будет позитивно относиться к тому, что у вас что-то не получилось. Вот. То есть подумайте, по каким, вот по каким критериям, да, вы выбираете способ достижения тех или иных желаний. Вот. И все. В целом вы, в целом вы повторяете сценарий своей мамы, родительский сценарий. Вот. Смотрите в интернете про сценарии. Ну, например, родительский сценарий, да. Смотрите в интернете. Я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Вот. И после этого обращайтесь за личной консультацией. Будем работать и помогем вам выйти из сценария, которому вы сейчас следуете. И найдете, собственно говоря, свой собственный путь. Вот. Вот так. А на этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.